Майк Помпео Майк Помпео Называйте это как хотите, хоть поражением в войне, описывайте как угодно. Но весь мир должен увидеть, что такая агрессия будет пресекаться и наказываться. А люди, совершившие эту агрессию, впоследствии окажутся в угнетенном положении. Это абсолютная необходимость. Я слышал это от разных людей. Эту идею не скрывают. Об этом заявляли и украинские власти. За последний месяц об этом говорили многие. Весь мир в ожидании реакции. Если подобную агрессию поощрять, ее станет только больше. Если мы будем придерживаться общего подхода по отношению к России, который в результате приведет к ее ослаблению, то в будущем станет меньше агрессии. Я часто думаю, как казалось бы просто, чтобы частная военная компания наняла американских пилотов, пенсионеров, которые летали на F-16. Чтобы они сели на 200 или 300 самолетов, разбомбили военные цели на территории России и на этом войне конец. Это возможно вообще в принципе? Этому препятствует то, что президент Байден показал всему миру, что боится эскалации настолько, что он не готов был дать Украине те инструменты, в которых она так нуждалась. Я не хочу здесь заниматься политикой, но очень жаль, что США и Европа были настолько медлительны с помощью Украины и делали это в ограниченной форме. Это усложнило ситуацию не только в военном, но и в политическом отношении. Запад поощрил Владимира Путина, когда показал ему, что поддержка Украины задерживается и просачивается по крохам. Путин получил зеленый свет. Это придало ему смелости продолжать конфликт. Я не могу представить, чтобы сценарий, который вы описали в своем вопросе, был осуществим администрацией Байдена. Два с половиной года доказали, что они не способны на такой шаг. И на сегодняшний момент я не уверен, что это будет правильным ходом. Но суть в том, что президент Зеленский и его команда должны донести до всего мира, что именно необходимо для того, чтобы иметь возможность оказывать надлежащее политическое воздействие, чтобы добиться того результата, который станет победой для Украины и всего украинского народа. Вы были в свое время директором ЦРУ. Кто сегодня лучше выглядит в противостоянии спецслужб? ЦРУ или ФСБ? Очевидно, что ФСБ облажалась. Она сказала Путину, что он может начинать вторжение и садиться за стол Зеленского. Это было ошибкой. ЦРУ же наоборот, если я правильно понимаю из открытых источников, а у меня нет доступа к разведке. Еще в сентябре 2021 года в частных разговорах дало понять всему миру, что нападение неминуемо, что русские начнут вторжение, что это никакие не учения, это не финт, они на самом деле готовятся. Так что счет 1-0 в пользу ЦРУ. Американская разведка размазала ФСБ. Но вот что самое печальное. ЦРУ все это знала, у нас была информация, но мы ничего не сделали. Мы не предприняли ничего, что заставило бы Путина сменить свой курс. Мы тусовались на вечеринках в Брюсселе, вместо того, чтобы забить тревогу и сказать «это серьезно, они вкатятся в Украину». Мы не провели никакой подготовительной работы, не с целью победить их или оттолкнуть назад, с чем удачно справилась Украина. Но мы обязаны были сдержать Россию и убедить Путина передумать. У разведки были месяцы, чтобы все подготовить. Хотя это работа политиков, а не разведки. Администрация Байдена и, откровенно говоря, европейцы высмеяли нас. Они сказали, что все это неправда и сидели сложа руки. А Путин продолжил свой путь. И вот вы видите, к чему мы пришли. Мы видим, что Путин нагло себя ведет по отношению не только к Украине, но и к НАТО и к Объединенному Западу. Объединенный Запад может дать ему так по морде, чтобы от него не осталось мокрого места? Да, главным провалом последних двух с половиной лет стал тот факт, что рост российского ВВП превышает рост американского. Администрация Байдена нам твердила в марте и апреле 22 года, что санкции займут некоторое время. Будьте терпеливы. Мы введем санкции, но потребуется время, чтобы они заработали. Я не знаю, сколько еще времени необходимо, но уже прошло два с половиной года. Они до сих пор не работают. И я даже не говорю об их эффективности. Они не могут сдержать Путина. Администрация Байдена обозначила свою главную миссию – взвалить на Путина такие затраты, которые заставят его отступить. И провалили ее. Я считаю, что, безусловно, вы можете наносить ответный удар. И есть много способов сделать это. Однако администрация Байдена и, кстати, европейские лидеры в целом просто отказались от этого. Санкции стали полумерами и осуществлялись недостаточно эффективно. Теперь можно увидеть, к чему это привело. Президентские выборы в США 5 ноября. Знаете ли вы уже для себя, кто станет следующим президентом США? Я не знаю. Гонка будет очень близкая. Я очень надеюсь на победу президента Трампа. Если бы выборы состоялись сегодня, Трамп одержал бы верх. Но впереди еще несколько недель. Пенсильвания, Висконсин, Мичиган. Именно там решатся результаты выборов. И цифры будут очень равными. Украина может победить военным путем Россию? Или вы видите эту победу как-то иначе? В современном мире нельзя отделить военный от других театров конфликтов. Эти театры конфликтов всегда включают часть, которая носит военный характер. Например, авиация, флот, армия. Но теперь у нас появился космос, кибербезопасность, все экономические рычаги и инструменты. У нас есть важное дипломатическое пространство, где ты пытаешься найти друзей и союзников, чтобы помочь достичь нужных целей. Поэтому, когда вы говорите «победить их военным путем» – это сверхзадача. Но вы объединяете все инструменты силы, которые Запад может дать, чтобы использовать против России. Мы обязаны это делать. Мы должны отнестись к этой задаче самым серьезным образом, чтобы избежать риска эскалации, но оказаться победителем. Последний вопрос, господин Помпео. Вы занимали наивысшие посты в Соединенных Штатах, были госсекретарем, были директором ЦРУ. Это значит, что у вас есть огромная информация, и вы имеете огромный анализ. Когда, на ваш взгляд, закончится эта страшная война? Горькая правда в том, что мы уже опоздали на пару с половиной лет. Не знаю. Не скажу вам, когда. Точные сроки сложно предсказать, поэтому я не стану этого делать. Я не берусь предсказывать. Но я знаю, как закончить войну. Нужно позволить Украине заставить Путина платить. Пока это не произойдет, нет шансов, что все закончится. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова